Итак, дорогие друзья, запишу несколько уроков по следующей теме. Я вижу, возникают проблемы с запуском Django более старых версий. Давайте разберем, зачем это нужно. Если зайти на сайт spb-tut.ru, то вверху мы видим, как правильно изучать Django. Я дал рекомендации, другие методики не работают. Само по себе ядро Django одинаковое в версиях 1.5, 1.6. И вот сейчас, допустим, мы изучаем Django 2. Ядро одинаковое. К чему надо привыкнуть в Django и что является сложностью в Django? Одной из таких вещей, которые вывивают многих новичков. Это то, что Django от версии к версии переписывают код. Зачастую меняют местоположение библиотек, то есть пути меняются. И новичков это вышибает. Поэтому основная задача новичка, это поработать со всеми версиями Django. Поработали с 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Если вы сделали хотя бы понемногу уроков с каждой версией, что будет происходить? В конце концов, вы привыкнете к главному, к файлу настроек. Файл настроек, он как раз таки и меняется, то, что мы видим визуально от версии к версии. Хотя процента 95 настроек в 1.6 будет и в 2 одинаковые. Мелочи меняются. Но вот эти мелочи надо научиться различать. Если вы думаете, что после версии 2 как-то что-то изменится, не изменится. У Django такая тактика. Они улучшаются, не ленятся переписывать код, библиотеки и так далее. Это мы сейчас пишем уроки по социальной сети на Django. Но сейчас мы с вами возьмем уроки 1.6. Двойку пока оставим. Почему это важно? Вот на этом сайте для новичков есть, допустим, курджанга. Для совсем новичков. Зачем его надо проходить, например? И, допустим, если человек скажет, а зачем мне 1.6, если сейчас двойка? Я уже пояснил. Вот смотрите, что важно в этом курсе. В этом курсе важно, это, я считаю, разобраться в первую очередь в контекст. Контекст, он в 1.6 одинаковый и 2 одинаковый. Ничего не поменялось. Что такое контекст? По сути дела, это вывод в шаблон. Нет смысла взять и переписывать уроки опять по контексту, писать то же самое, если проще установить 1.6 по работе с контекстом, потом перейти к той же двойке. Потому что сама работа с тем же классом контекста, она никак не изменилась. Как я говорю, что ядро джанга, то, что вставляет именно ядро джанга, оно одинаковое от версии к версии. Меняются некоторые только вещи. Ладно, приступим. Но прежде чем приступим, еще расскажу несколько слов. Зачем нужно вообще изучать и более старые версии джанга? Ребят, ну хорошо, сейчас на 18-й год вышла версия 2. Вы знаете, в чем разница между 2 и 1.11? Разница одна, исключен Python 2. Все, больше разницы нет. Такой момент. Вы когда будете программировать, накоплен огромный код. Да, за годы. Вот, допустим, код там в стиле версии 2, он еще не успел накопиться. Он появится через лет 5. Ну, уже будет кишить его. И зачастую надо... Человек, допустим, новичок не знает, как писать. Скачивает какую-то библиотеку. А потом говорит... Ну, не говорит, а... Бац! То есть, библиотек же много в джанга, да? Она не работает. А на самом деле надо залезть и URL только там поменять, ну, дело минутное. Но это возможно для человека, который бы соображал, что в ошибках, что, допустим, выдает URL, что на самом деле он бы... Если бы соображал, что, ага, URL было в 1.6 такие, в 1.7 такие, то есть, если бы у него было это четкое представление, то он любую библиотеку под себя построил, и она также будет работать, как и новая, да? Просто надо немножко переписать код. Но чтобы немножко переписать код, надо глубоко знать джанга. Поэтому, новичкам, я говорю, что вот этот материал надо пройти, да, пусть бегом, но с этого курса важно контекстные шаблоны, то есть, в принципе, самые азы уяснить. Потому что во всех версиях, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, эти вопросы одинаковые. Ну и вот очередной Сергей Асачий, да, великолепный человек, действительно молодец, на двух языках начал писать чуть-чуть больше, чем за полгода. И, вижу, мучается, не может запустить вообще проект с пайчаром. И у новичков это часто. Это нормально, ребята. Почему? Потому что, ну, откуда вы знаете, как должно быть? Это вот я открываю файл настроек, я уже понимаю, какая версия, что и как. А когда вы впервые сталкиваетесь с джангой, вы не можете это понимать. Поэтому давайте сделаем так. Итак, первое, что надо сделать. Неважно, Windows, Linux, создайте себе папку джангой.env. Мы, я создам папку для себя, чтобы потом ее удалить. Отер.env. Другие.env. И в ней я буду складывать виртуальное окружение, да, для разных других вещей. Создадим проект. Вот смотрите. По сути дела, пайчаром, она, если не установлена джанга, она будет по умолчанию устанавливать. Мы можем выбрать. Я уже показывал по ENV. Вы на том сайте найдете видео, может быть, в описании добавлю, да. Но уже все премудрости с пайчаром не буду показывать. Пусть будет так. Самое простое. Выберем папку отренв. Окей. И напишем тут. ENV.16, да. Ну, то есть, ENV. Джанга. 16.1.6 у нас будет. Чтоб мы понимали, чему. Значит. А, это проект. Это я немножко неправильно писал. Вверху у нас идет проект, поэтому создайте вторую папку. Джанга проект. Я тоже поэтому сделаю сейчас. Джанга проекции. Тут тоже, чтобы своими проектами потом удалить. Otter Project. Поэтому здесь я. Джанга проект. Otter Project. И мы видим, это наша только папка. Значит, дописываем. Так и напишем. Джанга 16. Это у нас будет проект Джанга 1.6. Мы можем 1.6 вот так написать. Теперь выберем локацию Джанга ENV. ENV. Это значит виртуальное окружение. Для нас будет всегда понятно. Привыкните. Это будет для вас аббревиатура. Джанга ENV. Я создавал папку Otter ENV. И беру название вот этот проект. Дальше. Дальше. Джанга 1.6. И дальше сразу ENV. С больших букв. То есть, когда у вас есть и название проекта, и ENV, что это важно? Это важно. Со временем приходишь к этому, потому что когда у вас много проекта, вы с каким-то проектом долго не работали, потом открываете проект, особенно если там где-то что-то переустанавливали, и сидите, если вы не так делали, и думаете, а какое же у меня виртуальное окружение для этого проекта. Так вот, чтобы больше так не думать, то у вас идет название проекта ENV, и тогда понятно, что это ENV к этому проекту. Вот и весь сказ. Теперь важный момент. Ребята, смотрите. Если вы работаете с версиями Джанга, допустим, 1.6, 1.7, 1.8, то каждая версия Джанга поддерживает разные версии Python. И зачастую новичок берет 1.6 и ставит Python там 3.6. Конечно, работать не будет. Просто на тот момент его даже не было. Что же делать? Для того, чтобы разобраться с какой версией какая работает, это надо идти на сайт Джанга и просто читать доки. Я, допустим, это наизусть знаю, но сейчас не буду вам озвучивать, это не имеет смысла. Поэтому для новичка ставим 3.4 на все версии. 3.4 Python будет работать и с Джанга 1.6, и с Джанга 2. Когда разберетесь, конечно, в Джанга 2 уже смело можно работать с 3.6, но, допустим, с 3.7 еще нельзя. Ну, чтобы не ошибиться и не лазить в ошибках, пока нет опыта, ставим Python 3.4 и работаем со всеми версии Джанга, и со старыми, и с новыми. Это понятно, вот тут установили. Две галочки, здесь ничего не ставим, потому что первая галочка установит те же пакеты, которые мы будем устанавливать в сам пакеты сайтов 3.4. Нам это не надо. Нам надо, чтобы пакеты были только в виртуальном окружении. Применить ко всем проектам тоже не надо. И нажимаем создать. Выбираем здесь, я выберу это окно и нажимаю ОК. В данный момент нет никакой версии Джанга, поэтому понятно, она устанавливает. Устанавливает Джанга последнюю версию, а мы собираемся работать с 1.6. Поэтому для нас есть еще некоторые действия. Ждем, пока установится. Вот уже установилось. И этот проект, по сути дела, не пойдет нам. Почему? Потому что мы хотели работать с 1.6, а вот видим, вот написало 2. Значит, что нам надо сделать? Мы заходим в наш проект. Далее. Видим 2.0.6, да, Джанга. Удаляем. При этом все остальные библиотеки пусть остаются. Так же по этапе. И ставим вручную Джанга 1.6. Набираем здесь Джанга. Здесь спецфу. Версион. И смотрим 1.6, последняя версия. То же самое будет касаться 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 и так далее. Но мы решили взять вот самую маленькую. Да, 1.6.11. И нажимаем install. И пошла ставится. То есть вы, как вы понимаете, тот проект нам придется удалить, потому что там, это у нас версия 1.6. Сразу же, ребята, не забываем, а привыкаем. Сразу, как только установили Джанга, устанавливаем пилу. Тогда можно еще было пил устанавливать. Но пилов содержит пил. Пилов это библиотека для обработки изображений. То есть Джанга при помощи пилов обрабатывает изображения. Поэтому обязательно сразу ставим пилов, чтобы потом не мучиться. Мы видим, здесь нету кое-какой библиотеки. Как правило, надо обязательно посмотреть, если нет, доставить библиотеку в хайл. Зачем? Это примерно такая же вещь, как экзе винтов, только в Python. Поэтому в хайл должна стоять. То есть у вас должна быть, по сути дела, в хайл, Setup Tools, PIP. Обновляем сразу до последней версии. То есть выделили, нажали стрелочку, обновили. Теперь один маленький момент, который надо было мне сказать в начале. Для работы Джанга нам надо версия Профессиональ. Чем отличается Профессиональная? Это ничего страшного, он все равно обновится. Чем отличается Профессиональная версия? Ой, почему моя Профессиональная версия? Потому что в Профессиональной версии есть куча фреймворков в версии коммунити, коммунити, или как там правильно, нету. Поэтому вам надо обязательно профессиональная версия, которая включает в себя все фреймворки, в том числе Джанга. Итак, тот проект нам не пойдет. Поэтому мы создаем новый проект, сейчас оттопроект. Ну, старт Джанга 1.6. Далее. Нам не обязательно создавать опять виртуальное окружение. Нам просто надо сделать следующее. Сейчас мы с вами сделаем немножко по-другому. То есть, смотрите, по-новому, новое виртуальное окружение нам создавать не надо. Нам надо открыть готовый и выбрать. Здесь мы видим наше виртуальное окружение нет. нажимаем на эту галочку и выбираем системный интерпретатор. Это не то. да. Так. Вот. Нам надо виртуаль. И ищем нашу папку. Windows это будет папка скрипт с большими буквами. С большой начиная. Я ищу свою папку. Значит, у меня Django ENV далее ENV OTHER далее Django 1.6 ENV и нахожу Python. Именно Python нажимаю ОК. И вот я установил ранее созданное нами окружение для нового проекта. Вот оно, да. И теперь я могу смело теперь проверяю путь к проекту. Да, у меня действительно OTHER проект Start Django проект 6. И нажимаю создать. Теперь у нас все верно. Я открываю по файл settings и вижу, что действительно у меня установилась версия Django 1.6. И как я говорил, большая часть кода одинаковая с той же двойкой. При этом если проследить двойку, то практически все стало как было вообще в Django 1.0. Когда-то прошли по кругу и вернулись к доброму старому хорошему. И вот здесь возникает проблема. Во-первых, базу данных так и оставляем, потому что где-то в уроках я показываю это я для себя скорее всего разбирался, чтобы указать пути, поэтому базу данных так и оставляем. По моим урокам не смотрим, не обязательно указывать здесь чисто я указывал в уроках путь, в общем, грубо говоря, прямой путь, да, и просто указывал как строку путь, поэтому пусть остается. здесь говорит, что база данных будет в главной директории проекта ose.py.join то есть вот здесь, да, где сам проект, в папке проекта. При этом везде это одинаковое, давайте разберем, люди не понимают, база dir и db.seco.ly значит, здесь она требует два переменные, сам путь, сам путь и название проще на это посмотреть, вот для новичка, как на умную команду, в данном случае создать базу данных. Ребят, если вот смотрим дальше, да, ose.py.join база dir templates, здесь опять путь, здесь template, здесь создаст папку, просто умная компания, команда, что такое база dir, а вот вверху, ребята, у нас указан путь, уже прописан по умолчанию, где говорится, что хранить файлы, основная папка в папке проекта, вот я выделил папку проекта, да, то есть вот здесь и хранить файлы, то есть с этим разобрались, давайте немножко пробежимся по настройкам, а потом запустим, но сначала получим ошибку, какую ошибку, смотрите, я хочу вам рассказать, что надо делать в любом проекте, независимо 1.6 это или jango 2, 4 настройки, которые надо сразу добавлять, давайте попробуем, большинства вообще не появляется команда колик статик у меня появилась, ну вот она пишет for fetching command колик статик you're using static files грубо говоря команда не запустилась и по сути дела я здесь не вижу, но она должна указывать нам если развернуть да, вот она root setting то есть не указана папка где будет складываться статические файлы после этого после этого зачастую зачастую у людей вот перестает ctrl alt r нажимаю все не срабатывает не срабатывает значит ребята на этом я видео закончу то есть ошибку будем исправлять в следующем видео вот на этом этапе новичок начинает возиться 3-5 дней не понимая так вот это она говорит не знаю видно или нет у меня просто окно для записи выделено я сейчас запись копирую и скажу вот она что говорит она говорит having set static root setting не указана настройка static root то есть static root это папка куда будет складываться в статике в файловой системе не указан путь файл систем патч да и поэтому команда колик static это команда сборки файлов она не запустилась и теперь для запуска вот этого меню ctrl alt r мы нажимаем да и видим ну сейчас у меня отработало что-то подумало подумало отработало что-то